Система видеонаблюдения этой местной заправочной станции зафиксировала самую странную вещь, появилась молодая женщина, и это сразу привлекло внимание дежурившего охранника. И на то была веская причина, потому что она тайно замышляла какое-то странное поведение. Когда бедняга увидел, что это было, он мгновенно побледнял. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится» и обязательно подпишитесь, если вы этого не сделали, и нажмите на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить ни одной новой истории. У Маркуса был вполне обычный день, пока не появилась эта странная женщина. Он смотрел в камеру, рассматривая проезжающая мимо машина без каких-либо замек. Но затем на экране появилась женщина. Ее не сопровождал автомобиль, она просто вошла в кадр пешком и странно замерла у насоса. Дама несколько раз нервно оглянулась, как будто не хотела, чтобы ее видели. Именно тогда Маркус заметил маленькую канистру в ее руке. Казалось, она ждала, пока машины наполнят свои баки бензином. И как только они наполнились, она сделала свой ход. Маркус мог видеть, как первая машина выезжает со станции, и сразу же после того, как она закончила закачивать бензин, она бросилась к насосу, который ранее занимал автомобиль. Она сливает излишки бензина из насоса после того, как машина заправлена. Маркус закричал на экран от удивления и гнева. Такое поведение было серьезным правонарушением, и Маркус просто не мог этого допустить. Это было преднамеренное преступление, и это означало, что Маркус должен был вмешаться. Как только он добрался до заправки, было уже слишком поздно. Таинственная женщина исчезла из поля зрения. Разочарованный, Маркус вернулся к своей будке охраны. Он позволил мелкой преступнице сбежать с ее добычей, и это не радовало. Но чего он не знал, так это того, что эта женщина еще не закончила. Потому что сразу после того, как он вернулся на свой стационарный пост, женщина снова появилась на экране его телевизионного суфлера. У него все еще было на готове снаряжение, так что он был готов немедленно отправиться в путь. Но, тем не менее, он опоздал поймать преступницу во время ее кражи. Эта игра в кошки-мышки повторялась более трех раз, и каждый раз Маркус чуть-чуть опаздывал. Ему пришлось разработать другой план. Вот почему он решил покинуть свою будку охраны за пределами территории и проследить за самой заправкой. На этот раз он будет прямо там, в действии, с монитором в руках. Он спрятался за станцией и стал ждать, и оказалось, что этот его план был лучшим, что он мог сделать. Потому что примерно через час ожидания все это принесло свои плоды. Он следил за своим монитором, как ястреб, и, в конце концов, увидел, как таинственная женщина снова появилась на экране. Она подошла к бензоколонке, чтобы украсть еще немного бензина. Насос. Он вскочил на ноги, готовый нанести удар в любой момент. Но затем он кое-что понял, он должен был поймать ее с поличным. Несмотря на то, что она совершала это преступление уже несколько раз, он чувствовал, что на этот раз должен поймать ее с поличным. Ему нужны были неопровержимые доказательства. Поэтому он подождал, пока она схватит шланг и наполнит канистру. Он выскочил из своего укрытия за зданием и бросился к ничего не подозревающей женщине. Он явно застал ее врасплох, потому что увидел, как расширились ее глаза, когда он выскочил. Женщина на мгновение застыла, когда Маркус подбежал к ней. «Остановись прямо здесь!» Закричал он ей, убегая на полной скорости. Маркус сказал женщине, что видел ее сегодня несколько раз и что он следил за ней с самого начала. Первые несколько раз он промахивался, но теперь поймал ее с поличным. Он видел, как она украла бензин, а также заснял все на пленку. После этого он объяснил женщине, что у нее большие неприятности. Он собирался арестовать ее, но прежде чем сделать это, потребовал объяснений. «Ты собираешься сказать мне прямо сейчас, зачем ты выкачала весь этот дополнительный бензин?» Сказал Маркус серьезным лицом. Маркус ожидал высокомерного ответа после этого требования, но, к своему удивлению, получил противоположную реакцию. Молодая женщина тихо заплакала и смахнула слезу свободной рукой. Ее плач застал Маркуса врасплох, и из-за этого он даже ослабил хватку. Она положила руку ему на плечо и попросила Маркуса следовать за ней. Он должен был кое-что увидеть. Прикосновение женщины заставило Маркуса вздрогнуть. Он не ожидал, что у этого преступника будет такое нежное прикосновение. Это застало его врасплох, но он остался настороже. «Что ты хочешь, чтобы я увидел?» Спросил он ее. Женщина сказала ему, что он должен убедиться сам, так что у Маркуса не было другого выбора, кроме как подчиниться. Ведомые за руку женщиной, они добрались до большой комнаты в соседнем здании. Там было практически пуста, только несколько пустых тележек для покупок и неприятный запах, окружавший их. Маркус слышал голоса, доносящиеся из этой части комнаты. «Кто там?» Спросил Маркус таинственную женщину. Женщина указала вперед, и тогда Маркус увидел это. Пол был застелен большими матрасами, по всей комнате были разбросаны коробки из-под еды, а когда он посмотрел направо, то даже увидел кухонную утварь, но на этот раз она была сделана из пустых банок из-под фасоли. Но самый большой сюрприз был еще впереди, потому что после этого осознания десятки людей вышли из тени. Все они были покрыты грязью и одеты в лохмотье. Большинство из них сначала были застрелены, но после того, как женщина кивнула головой, они подошли поприветствовать Маркуса. Маленькая девочка вышла вперед первой, она осторожно приблизилась и поздоровалась с растерянным Маркусом. Женщина погладила ее по голове и дала маленькой девочке консервную банку. «Передай это своему отцу, Люся», — сказала она. Сначала Маркус хотел помешать маленькой девочке сбежать с бензином. «Остановись прямо здесь, малышка. Отдай это мне», — потребовал Маркус. Но прежде чем он успел протянуть руку и взять канистру для себя, женщина остановила его и заговорила. «Не делай этого. Я могу все объяснить», — сказала она. Она начала с того, что сказала, что ее зовут Эбер. Было приятно наконец-то дать имя этому лицу. «Но, Эмбер, что все это значит?» — спросил Маркус. Эмбер объяснила, что многие бездомные в городе жили в этом самом здании, и это было неспроста. Эмбер сказала, что это здание было самым последним местом, куда эти люди могли пойти. В течение многих лет город был сосредоточен на своих богатых и привилегированных жителях, оставляя менее удачливые семьи на произвол судьбы. Эти люди просили местное правительство предоставить им убежище, но раз за разом получали отказ. Маркус все это время был зол и полон решимости произвести арест, но сейчас, впервые, он почувствовал, что его гнев улетучивается. Он уступил место пониманию и сочувствию. Он чувствовал себя ужасно из-за того, что этим людям пришлось пройти через это, но было кое-что, что все еще беспокоило его. Он все еще не понимал, зачем Эмбер понадобилось красть этот бензин. Вдалеке послышался металлический звук, и внезапно темная комната осветилась. Видите ли, этот бензин питает большую портативную батарею, которая обеспечивает электроэнергией и теплом весь этот этаж. Маркус стоял там с широко открытым ртом. Теперь он, наконец, понял, что эти люди отчаянно нуждались в помощи. Но все же на один вопрос оставалось ответить. Если бы топливо было единственной вещью, в которой нуждалась Эмбер, она могла бы просто купить его, как это сделали бы нормальные люди, верно. «Так почему же вы просто этого не сделали?» – спросил Маркус. Таким образом, бездомным была бы оказана помощь, и Эмбер не сделала бы ничего плохого. Но у нее был ответ на этот вопрос. Эмбер рассказала Маркусу, что она уже некоторое время помогает этим бездомным семям. Это была тяжелая битва, но благодаря упорному труду и решимости ей даже удалось создать фонд, чтобы помочь этим людям продуктами питания и столь необходимыми расходными материалами. Но Эмбер пожертвовала этим людям не только время, все ее собственные деньги пошли в фонд. Это было благородное дело, но фонд был долгосрочным решением, и эти люди нуждались в тепле и силе прямо сейчас. Не имея денег в запасе, молодой женщине пришлось проявить творческий подход. Услышав эту героическую историю, Маркус был в полном смятении. Он понял, почему она сделала то, что сделала. Эти люди отчаянно нуждались в помощи, и она оказывала ее. Он не мог забрать украденный бензин, но он также не мог позволить Эмбер продолжать воровать на заправке. Именно тогда Маркус решил сделать нечто совершенно несвойственное его характеру. Скромный охранник решил организовать общественную акцию на заправке, где все это началось. Здесь люди из самого сообщества могли бы предложить свою помощь, понемногу за раз, и все вырученные средства пошли бы этим всеми. И разве вы не знали об этом? Это стало хитом успеха. В течение нескольких недель местное сообщество подхватило инициативу Маркуса, и слухи распространились со скоростью лесного пожара. Его заправочную станцию посетило в четыре раза больше людей, чем вторую по популярности в городе, и пожертвования продолжали поступать. «Мне все еще трудно в это поверить», — сказал Маркус, улыбаясь. На данный момент заправочная станция уже собрала достаточно денег, чтобы обеспечить всеми энергии на год. Но зачем останавливаться на достигнутом? Маркус пообещал поддерживать общественную деятельность столько, сколько потребуется. Кто знает, к чему это может привести. Пришло время дать им второй шанс в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok